Полиция заключённая – это тот, который посадили за то, что он хотел сделать только лучше в стране. Это которых посадили, но они ни в чём не виноваты. Папа! Нашего папы тоже полиция заключённая, потому что он пытался сделать хорошо. Беларусь, чтобы мы хорошо учились. В данный момент незачем. Пусть надо посадить хороших людей в тюрьму. Когда освободились от тюрьмы, это школы. Это когда человек может дышать свежим воздухом, гулять. Ты можешь творить всё, что хочешь и как захочешь. А когда ты не свободен, если сам не можешь делать всё, что хочешь. Например, не можешь тупаться с крыши спокойно. Это тогда, когда ты ни от кого не зависишь. Сказал всем могальщикам, что могут без плана один день давать еду. И ещё всем можно кататься на аттракционах бесплатно. Я бы остановил войну. Я бы вернула папу домой. Я в первый день отпущу папу, а второй всех остальных приорюшил. Ну, потому что же они пытались просто сделать там хорошие дела для города. А их за это посадили. Не имеют права, по-моему. Не хватает своего, они хотят забрать чужое. Потому что они хотят ограбить страну. Не могут поделить землю. Война – это драка, но очень огромная. Боются люди и хотят убить топлив. Президенты не могут просто договориться. Там пытаются пиф-пафум всё решить. К нам крестик кто-то постучался в дверь. Мама пошла, и пока она разбиралась с милицией, я спрятала ноутбук и два телефона. И мы накрыли их игрушками, сели и там играли. К примеру, если я встретила большую собаку, я её и не боюсь, потому что у меня две большие собаки. Меня начали подкалывать про отца, что я без папы. Меня выписал, я дал ему по лицу. Не бояться преград, просто идти. Если Кристина даст мне конфетку или шоколадку, я должна молчать. Ты остановил нарушителя, он превышал скорость. Он предлагает тебе деньги, и ты его не штрафуешь. У плохого будут пятёрки, тройки, двойки, единицы. А у хорошего будет десятки, девятки, ну, иногда восьмёрки. По взгляду, как он ведёт себя. Плохой человек, он обижает, мусорит, ни о ком не думает. Хороший поддерживает в любую минуту, не знаю, поможет, например, в драке. Если тебя обижают, думаю, заступится за тебя. Даже если он будет в этой плохой банде, попытается договориться или даже уйдёт из неё. То, что ты придумаешь, что и появится, тогда я придумаю просто мороженое. Я бы выбрала такую силу, которая позволяет тебе летать. Надеваешь, типа, маску такую, заходишь в магазин, быстренько берёшься и улетаешь за облачко. Невидимый, потому что хочется иногда, чтобы тебя не видели. Парень заключённых выпустили. Чтобы у меня было много денег. Чтобы я бесплатно ела в Макдональдсе. Чтобы у мамы по склее проросли перцы, потому что они заняли моё любимое место на подоконнике. Завести семью, квартиру, дом, машину. Вернуть папу. Популярной быть. Чтобы отпустили папу и всех остальных пиарюзов. Правду нужно говорить для того, чтобы тебе верили люди. Если говорить неправду, то это всё равно потом будет известно. С помощью правды можно добиться всего. Мы не быдло старой трусы. Хватит, Леша. Мы белорусы. Мы белорусы и должны знать белорусский язык. Белорусская мова – это наша тайная мова. Если не будет родного языка, он не будет самой страны. Как Кали мы закончим. Мой герой папа, рискуя своей жизнью, он защищал нашу родину и нас всех. Это те, которые защищали нашу строю, пока не умерли. Это те люди, которые спасают многие жизни. Защищают маленьких детей от старших, которые хотят обидеть. Папа и мама, и Ангелина, потому что они меня защищают. Для меня герои – это мои родители. Мои герои – родители. Я хочу, я хочу, я хочу. Я могу изменить цвет своих глаз. И могу изменить свои имена. Например, на «Привет, Андрей». Предовратил бы взрыв на Чернобыльской автонной станции, так как очень много людей погибло на ней. Не пустила бы маму с папой на Минск. Вижу, папа куда-то собирается. Через час мама звонит и говорит, да что, папу словили. Я бы изменила так, чтобы он не пошел туда. Ну, фашисты нападали, но откуда они, я не знаю. А потерь мне снизу. С России. Из Германии. Спросите у Лукашенко. Я хочу вместе с папой пойти в аквапарк и покататься с ним на страшных горках. Сходим с ним в парк на аттракционы и купим мороженое. Посидеть с ней дома и вместе что-нибудь поделать. Папа описал, что зимой покатали на санк. Заплатил. Крепко-крепко обниму и поцелую. Крепко обниму и скажу привет, пап.